Здравствуйте! Сегодня мы будем устанавливать классический катушкодержатель ДПС на бланк на арбор с помощью густой смолы. Чем отличается установка катушкодержателя на арбор от уже продемонстрированной установки на подмотке из малярного скотча? Но прежде всего мы имеем уже готовый продукт, изготовленный под определенный диаметр. Данный арбор рассчитан как раз под 16 ДПС, четко входит внутрь катушкодержателя. Здесь есть какой нюанс. Для того, чтобы нам сформировать две небольшие мембранки по началу и по концу катушкодержателя, арбор нужно будет немножко подрезать по длине, потому что так он у нас практически в длину катушкодержателя и даже немножечко выступает. Поэтому я себе позволю обычным канцелярским ножом укоротить его миллиметров на 5. Вот в таком состоянии арбор будет давать возможность сформировать по краям катушкодержателя, две небольшие мембраны, которые будут помогать удерживать катушкодержатель на месте. Основную несущую функцию здесь будет нести и наружная поверхность арбора, потому что она прекрасно клеится смолой. Соединение внутренней поверхности катушкодержателя с поверхностью арбора будет великолепное. Боковые мембраны просто для постраховки. Я себе позволил уже расточить внутренний диаметр арбора, дабы не занимать время в эфире. Вы уже прекрасно видели, как это делается. Я показывал в одной из предыдущих передач. Значит, у меня есть опять же такая же вот заготовочка, имитирующая рукоять с куском реоргриппа. И вот сюда мы устанавливаем арбор на это место. Сейчас я подготовлю опять точно так же катушкодержатель к установке, замаскировав его торцы, чтобы не пачкать лишний раз смолой. Торцы замаскированы, тарбор подготовлен. Остается сделать замес смолы и начинать сборку. Значит, каких-либо различий при установке катушкодержателя на арбор, при применении густой, либо жидкой смолы нет, поэтому имею полное право применить густую смолу. Вот раствор замешан, приступаем к склейке. Значит, первое действие нужно приклеить на место арбор. Для этого наносим смолу на бланк, примерно на две длины арбора. Одеваем арбор, прокатываем его по смоле, смазывая внутреннюю поверхность арбора и сдвигаем его на место, на посадочное. Вот таким вот образом. Сейчас остается только установить катушкодержатель. В этот момент стоит упомянуть один нюансик. Для тех, кто всячески борется с лишним весом при сборке удилищ, в данный момент можно уменьшить вес арбора практически вдвое. Можно взять, скажем, риммер и вот таким вот образом пропилить кольцевые канавы практически до самого бланка, но сколько угодно. Вот, сняв лишний материал арбора, то есть вес арбора можно снизить еще практически вдвое. Можно арбор набирать кусками, то есть не целый ставить, а резать на две, на три части. Чем это хуже, чем установка целого арбора с последующим, значит, пропилом у нем канав вот таких вот. Каждый кусочек арбора вам придется растачивать отдельно и соблюсти абсолютную соосность всех трех кусочков проблематично. После того, как вы их наклеите на бланк и будете одевать катушкодержатель, то могут возникнуть проблемы с соосностью вот каждого из этих кусочков. Катушкодержатель будет одеваться плохо. Поэтому я рекомендую на арборах не экономить, а наклеивать целый арбор, дождаться полимеризации, потом снять лишнее, делается это просто очень быстро. Ну, в данном случае мы используем целый, ничего мы сейчас пропиливать не будем, будем устанавливать целый арбор и клеить на него катушкодержатель 16 ДПС. Значит, после того, как мы приклеили арбор, мы мажем всю его наружную поверхность смолой. За счет того, что материал пористый, смола прекрасно держится на поверхности. Делать очень толстый слой не нужно, потому что диаметр арбора подобран к диаметру катушкодержателя таким образом, что зазоры здесь самые минимальные. То есть много смолы сюда класть не нужно. Вот я смазал наружную поверхность. Теперь перед установленным арбором опять же наношу смолу на бланк. Одеваю в это место катушкодержатель, прокатываю его полностью, смазывая внутреннюю поверхность смолой. И покручивая, медленно начинаю натягивать на арбор. Быстро одевать не надо, потому что вы просто сдвинете смолу, а так вот она при таких движениях правильно распределяется, заполняет все зазоры. Как только торец катушкодержателя сравняется с торцом арбора, заполняем вот этот зазорчик смолой, который образует потом тоненькую мембранку. Покручивая дальше, упираем в торец. В этом месте видим, что та смола, которая была на внутренней поверхности катушкодержателя, частично распределилась по арбору, смешавшись с той смолой, которая была намазана на арбор, а все излишки вышли на вот этот вот торец. Значит, теперь ту смолу, которая осталась выше установленного катушкодержателя, мы сдвигаем вниз и формируем здесь полноценную мембрану. Что мы получили в данном случае? Внутренняя поверхность катушкодержателя по всей своей поверхности приклеена к поверхности арбора. И с двух сторон мы имеем две мембраны, которые на всякий случай фиксируют катушкодержатель от проворота. Вот такая установка гарантирует то, что катушкодержатель никогда не провернется, а использование самого арбора гарантирует то, что никогда не будет сдвига торцов катушкодержателя относительно торцов деталей рукояти. То есть вот такой вот качки, здесь мы избегаем на 100%. В данном сюжете я показал, как быстро и просто установить катушкодержатель на арбор. Следует упомянуть еще одно преимущество по сравнению с установкой на подмотке из малярного скотча. В данном случае используется гораздо меньшее количество смолы, чем при формировании мембран на обмотках из малярного скотча. Все дальнейшие действия по очистке соединений от смолы, снятие маскировочной ленты, установке фурегриппа, аналогичной тем, что вы видели в предыдущих двух сюжетах. В следующем сюжете я покажу вам, как устанавливать на бланк фигурные катушкодержатели типа IPS, VSS, SBS. С вами был Дмитрий Ганеев. До новых встреч, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok